Всем привет! Сегодня у нас будет очень интересное видео на тематику как я начал играть в GTA CRMP, я думаю многим это будет интересно, поэтому смотрите это видео от начала до конца, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Это будет чисто разговорное видео в котором я вам расскажу как я начал играть вообще в GTA CRMP, как я узнал про GTA CRMP, на каких серверах я играл изначально когда начал играть в CRMP, поэтому пацаны видосик реально будет очень интересный и если вы хотите больше таких разговорных видосов, потому что мне вам есть чего рассказать. У меня есть одна тайна, которую вообще никто не знает чем я занимался в 2014 году, когда я играл в CRMP и реально мне даже за это стыдно, поэтому если здесь будет много лайков, то я запишу об этом видео, поэтому просто не видитесь, поставьте лайк и также можете подписаться на канал, я вам буду очень сильно благодарен. На фоне вы будете видеть проект родина ролеплей, на котором я играю, это получается центральный округ, первый сервачок, всех вас жду пацаны, можете вводить по ник при регистрации, качайте третий уровень, мне придет 250 тысяч, я вам эти деньги могу дать. Также можете вводить по промокод, все информации есть в описании под видео. Итак, давайте я вам еще расскажу, чем я занимался до CRMP, во что я играл. Я играл получается в сам, но не обычный сам, а сам с русским городом. Я случайно как-то увидел этот проект в ютубе, я не помню как его звали, этого ютубера, который снимал, честно реально не помню, но я его долго смотрел реально и с помощью этого человека я начал играть в русский сам. Я там долго играл, у меня даже микрофона не было, чтобы вы понимали, в тот момент у меня даже не было микрофона, но я все равно снимал под музычку, у меня даже эти видосики есть на канале. Потом получается я увидел таких ютуберов как ГВР, я думаю все их знают в принципе, ну ладно не все, может многие их знают, потому что они уже давно снимают CRMP, SAMP, МТА, короче они снимают все игры. И многие я думаю их должны знать, вот как раз я увидел ГВР, как они играли на каком-то проекте в GTA CRMP, мне как-то это очень понравилось, заинтересовало и я решил себе тоже скачать GTA CRMP и начать там играть. В итоге я как-то посмотрел видосик в интернете, как его скачать, как установить, туда-сюда, скачал, установил, но я не понимал вообще ничего, потому что для меня это был какой-то новый уровень, что-то вообще такое, чего я никогда еще не видел. Я не знал, что такое РП, МГ, там и так далее, я вообще ничего не знал, чтобы понимали, я даже не знал, как правильно писать никнейм, я просто капсом писал какое-то слово и все, это был мой никнейм, чтобы понимали. Да, пацаны, было такое дело, я думаю многие были такие же сам, как и я, кто начинал играть в 2014 году в GTA CRMP, потому что ну, это реально было что-то новое, тем более, да, я играл там в русский сам, но блин, пацаны, это тоже совсем другое, как-то, знаете, там хотя бы видос был, я хотя бы понимал, как это делать. А здесь просто полностью новая игра, понимаете, я помню свой первый проект, на котором я начал играть, он назывался ProDrift, сейчас этот проект вроде бы не работает, в чем заключалась суть данного проекта? Это просто был нон-РП сервак, фановый, где ты просто брал, катался на машинах, общался, в принципе и все. Я помню, там даже была вип-парковка в Южном, на которую никто не мог заехать, реально, только игроки с випом могли заехать на эту парковку, и у них там стояли постоянно машины, я это просто прекрасно помню. Мне тогда было сколько, 16 лет, и я такой залетаю в КРМП просто, и ничего не понимаю. Я начинаю играть, получается, на этом ProDrift серваке, в принципе, там, что-то понимать, но в итоге у меня все равно никтейм там был просто такой странный, я даже не помню какой, но я помню, он был написан капсом, и какое-то просто слово, и это прекрасно помню. В итоге я играл на этом проекте, потом ходил на другие проекты, ну, БРП, там развивался, и я помню, один раз зашел, по-моему, на ЮРМ, он еще тогда вроде бы нормально развивался, там еще был нормальный онлайн, но я там ни хрена не понял, пацаны. Я пришел на собеседование, по-моему, права получать в автошколу, потому что там была не система, там надо было именно к игроку подходить, он тебе там что-то делает, типа выдает какой-то пропуск, типа, что ты можешь на права сдавать, что-то такое я помню. И в итоге я не прошел, как бы, его собеседование, чтобы получить права, и я просто вышел с данного проекта. Кстати, кто не знал, именно Родина РП открывали тоже ГВР, ютуберы, и это тоже прекрасно помню, они именно открывали Родину, это было очень давно, где-то 3 или 4 года назад, я точно не помню, сколько Родине лет, но именно ГВР открывали этот проект, понимаете? И спустя время я здесь, как бы, играю, мне здесь очень нравится, на самом деле. Я, честно, не жалею то, что начал играть в КРМП, потому что я считаю то, что лучше КРМП ничего нету. Да, есть тот же самый Самп, есть тот же самый Самп с Русским Городом, есть МТА Провинция, например, да, есть просто МТА, но мне почему-то это все не нравится. И ГТА 5 мне тоже не нравится, мне нравится именно КРМП, потому что все здесь, знаете, такое родное, как у нас в реальной жизни. А вот, допустим, Самп обычный, или ГТА 5, там Америка, пацаны, как бы, я в Америке не был, поэтому мне нечего сравнивать. Возможно, если бы я жил в Америке, мне бы это очень сильно нравилось. А так, в принципе, мне и так, как бы, нормально играть именно в КРМП. МТА мне тоже нравится, как игра, потому что там много возможностей, и там есть машины, которые можно занижать, можно их классно тюнинговать. А вот Самп, в Сампе только можно сборки делать, там, заменки, там нету настоящих машин, и, наверное, именно поэтому я все еще играю в КРМП, и мне эта игра все еще нравится спустя 6 лет. Как бы, вот такие вот, пацаны, дела. Я надеюсь, что вам это видео понравилось, потому что оно было чисто, на, такое, ламповое, душевное, потому что я, как бы, рассказывал, может быть, когда-то, как я начал играть в КРМП, но не все об этом знают, я решил отдельное видео записать, уже вам рассказать. Если вам понравилось данное видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, и если здесь реально будет хорошая активность, то я запишу еще одно видео, там, пацаны, просто будет жесть, потому что я, как бы, об этом говорил когда-то, но мало кто это знает, чем я занимался в 2014 году. На проекте одном, это реально жестко, пацаны, поэтому советую вам все-таки лайк поставить, потому что это будет очень интересное видео. Все, всем спасибо за просмотр, играйте вместе со мной на Родина РП, все информации из описания под видео, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok